Лёш, у меня к тебе вот серьёзный разговор. Вот смотри, каждый мужчина в своей жизни должен построить дом, родить сына и посадить дерево. Но у тебя всё впереди. Но если с домом и сыном как-то понятно, то какое дерево посадить? Это просто, самый главный вопрос из этих трёх, это как выбрать. А учитывая, что климат-то у нас меняется в регионе. Вообще, у нас практически не было зимы. Я думаю, что вот на этот вопрос ответит наш сегодняшний гость. Да, директор одного из садовых центров нашего города Аркадий Зятиков. Аркадий, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Аркадий, давайте поговорим с вами, что климат действительно меняется. И что сейчас ростовчане предпочитают сажать, какие деревья, что? Рассказывайте. Секундное отступление. Хочу поздравить, так, сегодня уже 5 число. С наступающим праздником всех наших девушек и женщин. Чтобы больше дарили не срезанные букетики, а пальмочки, всевозможную экзотику. Да, мой мужья. Боже мой. Спасибо огромное. Так приятно. Вот я даже не представляю, Лёш, если ты к нам в редакцию, придёшь с пальмой. Прекрасно, прекрасно, да. Так, Аркадий. Итак, климат, все ростовчане знают, что не только в Ростове, конечно, по всей планете климат активно меняется. Последние 4 зимы уже не было. Вы видите, максимальная температура была 1 ночь 16 градусов. То есть, соответственно, те культуры, которые раньше могли зимовать у нас, спокойно, сейчас они подгорают, портятся. Мы, наоборот, уходим к более теплолюбивым. Я начну с самых простых вещей. 20 лет назад мы начали сажать платаны. Раньше о них не знали, да. В Ростове они великолепно приживаются. Сейчас мы уже свои сеньцы отправляем даже на Москву. Что за платаны, расскажите, у вас, что это за растения? Платан, клиналистый, самая мразостойкая из платанов. В народе его называют бесстыдница. Почему? 2 тысячи лет. Бесстыдница? А, потому что долго живет. Да, кору скидывает. Он скидывает кору гладкий. Практически ничем дерево не болеет. Лермонтов о нем писал стихи Чинар. Вы помните, да? Вот раньше мы не знали, что он может зимовать у нас. Вот уже 20 лет они у нас прекрасно зимуют. За городом они маленькие сеньцы могут вымерзать. Но мы закалили, зимостойки сделали. Они уже даже на Москву поехали, сам укутывали. Теперь пошел следующий шаг. У нас уже 25 лет живут гинго-белоба. Это самое древнее дерево на земле. Ничем не болеет. Единственное, что требует, это полива ежедневного. От маленьких сеньцев до 7-метровых деревьев все это есть. У нас можно приложить вопрос в том, что это дерево еще и лекарственное. То есть настойка из этих листьев, это не мною придумано, это все доказано. Настойка при правильном ее употреблении, конечно, больше противовоказания, надо посмотреть. Она выводит холестериновые бляшки из сосудов, еще и радиацию выводит. И бабушки продают варенье от рака на ягодах, но это не доказано, поэтому мы как бы об этом не говорим. Хотя просят за него 90 тысяч за баночку. На секундочку, и многие пользуются. А то, что точно выводит это дерево, любопытно стало, почему им начали заниматься ЛДБТ, Этуаль, медицина применять. Потому что во время в Хиросиме ядерного взрыва ядерная волна сбила, и от черенка, то есть от корня, пошло только это дерево. То есть она не боится радиации абсолютно. И она ее точно так же выводит. Уникальное дерево, ничем не болеющее, растет очень долго, на 25-й-40-й год только зацветает. А большое количество у нас этих деревьев в Ростовском? У меня в моем дворе сидит 11 штук взрослых по 25 лет. Самая старая у нас сидит в Таганроге. Петр Первый сажал, ему 400 лет, он у нас все на встрече. Сам Петр Первый. И в ботаническом саде одно есть 65 лет. Ну, оно тоже не опыляется, потому что другого нет, ну, как молодые. Я надеюсь, что мои первые будут опыляться, так как мы уже зацвели они первые цветочки, и они в группе сидят. Помимо него и что еще? Помимо него входит к нам в моду Павлония войлочная. Это интереснейшее дерево, очень быстро растущее. Есть оно уже в наличии, его уже сажают. Это, во-первых, ценнейшая древесина. К семи годам дерево достигает в обхвате метр. Цветет голубой кроной. Раньше не знали, что оно может у нас жить, понимаете? То есть вещи такие, которые как бы, ну, просто без укрытия. Что для садоводов, можем сказать? Гранат без укрытия, инжир без укрытия, хорма, мушмола, фейхуа, киви, ну, актинидия и так далее, и так далее, и так далее. Аркадий, вы медленнее называете, потому что у меня начинает выделяться желудочный сок. Я собираю со своих двух кустов инжира, с которого мы делаем черенки для продажи, собираю тонну в удачный год. То есть два куста занимают размер 4 на 10, и они уже старые, под 20 лет. И вот мы черенкуем осенью 2000, весной 2000, и продаем там уже двухлетними, грубо говоря, с гарантией того, что первые ягоды будут у человека сразу, при правильной его посадке. То есть есть место посадки, ну, специально там, каменному забору, спиной на солнцевород, чтобы тени не было. Вот. Гранаты мы сами только начали ими заниматься, мы не знали, оказывается, они у нас есть. Ну, а теперь я вас всех просто убью. Банановое дерево. Без укрытия. Серьезно? Семина Трилоба. Почитайте в интернете. Его привезли к нам в 94-м году из Мексики. Посадили в Сочи. Оно болело и болело, болело и болело. Что ж такое? А кому-то жарко-то. Жарко? Подняли в высокогорное Сочи, и оно стало плодить. И вот теперь мы берем черенки, ну, кто раньше нас им занялся, да, в Новочеркасске дерево плодит уже 10 лет. Мы договаривались с этими людьми, черенкуем его, собираем с него семечки, и именно зимостойкие. А зимины высаживаем у нас. А какой величины бананы? Маленький? Это не банан. Банан – это трава. Они тоже могут у нас жить, кстати. Сейчас мы дойдем до этого, да. Банан – это дерево. Оно называется банановым деревом, то есть оно не банан. По вкусу напоминает манго с ванилью, возревающий такой плод. Да прекрати, ты жабы. И куста, кусташки подверг. Не надо кутать вообще, 31 градус порог. Дальше идем. Так, содиум двухъядерный. Кто бы мог подумать, Южный Китай, кипарис болотный. Оказывается, 34,4 написано. Морозы. Мы его не кутаем, он у нас сидит. Кедры. Возвращаемся к кедрам. Это самая уникальная вещь, которую можно вообще было придумать, что они у нас будут жить. У них прописанный порог. 23,3 мороза. Но это прописано для итальянских взрослых, которые приходят. А мы выращиваем гималайские, атласские, ливанские кедры и семечки здесь, в нашем климате. И вот есть линейка уже кедров, грубо говоря, метровых, пятилетних, в горшочке выращенных, которые будут держать уже 28,30. Но если, конечно, передадут 30 с лишним мороз, можно просто подойти и передать, закутать. Мы знаем все прогнозы. Но мороза не было. Но я говорю, если вдруг будет, понимаете? Ну да, если вдруг будет, да? Хотя что-то не похоже, чтобы у нас морозы. Не похоже. Очень большая линейка. Вот мы сегодня, в этом году, получили первые 250 фиников на пальме трехкарпус в открытом грунте в Ростове. Они уже высажены. Мы даже название им придумываем. Пальма ростовская. Пальма ростовская. Знаменитая, да. Есть очень зимостойкие сорта. Это как пальма Вагнер минус 26, пальма Сабаль минус 26, пальма Раф. Но они очень медленно растут. Они у нас не представлены. А вот то, что касается трехкарпус Форчуна, который мы привыкли в Сочи наблюдать, он выдержит минус 14 кратковременно, но ему не это страшно даже. Ему больше страшно перемокание в зимний период. Есть технологии, мы рассказываем, как людям их утеплять. Можно коробок одевать идеально, конечно, а можно просто заматывать его, гирлянду вставлять внутрь. Но самое главное – отводить воду от корня, то есть на пригорочек. Потому что ты стоял пить пальма, и она от этого выгибает, загибает. У нас зимой намокнуть – это дело нехитрое. На берегу Дора у меня стоит целая линия пальм разных. Пожалуйста, приезжайте. Естественно, да. Очень красиво даже. Кстати, Леш, ты вместо дерева можешь пальму посадить. Вот, да, у себя в придворье. Мы даже пошли дальше. Мы в этом году посадили, осенью посадили пальму в Вашингтоне. Это вообще красивейшая пальма. Их только пять штук стоит в Лазаревской взрослых. Если кто проезжал, видели вдоль отеля. И начали их в Адреле сажать на разделительные. Это такие широкие стволы и мохнатые листья. У нее порог всего минус 8. Но мы рискнули, взрослого дерева посадили. И оно великолепно перезимовало. Ну, так как зимы не было. Конечно, оно замовало с укрытием. То есть коробок, связываются листья. Ну, и, кстати, услуги такие тоже предлагают в Ростове, когда эти коробки можно сдавать на хранение. И как бы… Аркадий, а можно вопрос один? У нас немножко, к сожалению, времени остается. Меньше пяти минут. Помню, мы с вами недалее, как перед Новым годом встречались. Акции по высадке елок, которые люди после Нового года могли не просто выкинуть на улицу, а принять участие в их древонасаждении. Как продвигаются дела с этой акцией? Великолепно. Третий год эта акция идет. Конечно, есть случаи гибели, но это потому, что отношения, ну, как людей было, напились-то, бросили где-то, ну, как-то что-то там поломали, упали, подожгли фейерверк со сне. Мы свои сосенки специально выставили сейчас. То есть мы их сейчас не выносим на улицу, потому что прирост большой вот такой, да, на елочках, то есть нельзя. Пока еще минусовая температура. Еще неделька-полторы тепло закрепится и выносит. Есть, конечно, какой-то процент молодых побегов отпадает, но это один-два там, ну, на всей елочке. То есть елочки и сосны великолепно себя чувствуют. Я правильно вас поняла? Та елка, которая стояла у всех в новогодние праздники дома, ее потом не выбрасывают, а взяли и посадили. И она такая красивая... Только не спиленная елка. Ну, естественно, не спиленная, естественно. Либо в горшке, либо в коме. Да, либо выкопанная в горшке в коме. Там была... А высаживали уже в этом году где-то? Конечно, у нас много высажено и на питомник мы отвозим. Потому что вообще первый год это дерево болеет все равно чуть-чуть, да? Во второй год... Вообще в Германии отчего это все началось? Там же есть услуга, когда семейная елочка. Да-да-да, вы рассказывали. То есть ее каждый год стригут, понимаете? И привозят ту же самую елочку. Великолепно. Они ее знают, они имя дают. Ее 5, 10, 15 лет наряжают, пока она уже совсем потолок не ударит. Ну, потом меняют. Потому что елки есть и медленно растущие, ну, как бы карликовые, можно на всю жизнь. Какая добрая традиция. Прекрасная традиция. А люди... Она нашла отклик у нас здесь, среди людей? Да. Да, люди... Пока это не сильно массово, но есть люди, которые уже по 20 лет это делали. То есть не я просто и озвучил эту тему, понимаете? Начал и продвигать. Меня поддержало как в телевидении, как в Росвертул, и так далее. Площадки давали свои бесплатно, мы вставлялись. Эту акцию продвигали. То есть, как бы, заработать на ней много невозможно. Но в то же время, как бы, мертвый сезон, все садовые центры закрыты, мы работаем. Мы работаем и декабрь весь, мы работаем и январь, и февраль, потому что у нас экзотика, круглый год. Естественно. Дурианы, помидорные деревья. А учитывая особенное изменение климата, так это вообще, да, понятное дело. Так, хорошо. У нас остается буквально там 2-3 минутки. У меня вопрос такой. В связи с изменением климата, выбор... Ну, вот вы сейчас рассказали о том, вообще, какие растения, деревья у нас приживаются. Коротко о том, ростовчане что предпочитают в такой период приобретать? Вы знаете, до сих пор стереотип еще существует. Приходят, спрашивают яблоньки, грушки и так далее. Я вам скажу, что в связи с этим же изменением климата мы выкинули всю плодовку садового центра. Просто убрали ее. Ее нельзя сажать в одном месте с хвойниками. То же самое, та же самая проблема с самшитом. Ночью приходишь, через 3 часа огневка выедает мятное, и сделать ничего нельзя, укорулить. Потому что бабочка налетает, зимует, так как мороза нет, зимует в побегах хвойников. И тут же налетает, съедает. То же самое плодовка. Плодовка приманивает бабочку. Мы сделали хитрость, даже все эти писарни и церкви занесли в теплицу, чтобы они там отцвели, а потом их вынесли, понимаете, то есть обманули природу. Ну, от декоративки отказаться невозможно, к сожалению. А вот что касается плодовки, мы всем приходят, дедушки и бабушки обижаются. Почему вы ими не торгаете? Я говорю, извините, но дело не в том, что на них маленький заработок. Дело в том, что мы убьем гораздо более ценные породы. Посмотрите, какая красота. Та же хорба, инжир. Ни цветков, ничего не приманивают. Плоды собирайте, пожалуйста. А в гостях у нас был директор садового центра Аркадий Зятиков.